Другое громкое дело, связанное с коррупцией, сегодня завершилось приговором. Бывший начальник ГИБДД уральского города Азбест на 10,5 лет отправится в колонию строгого режима. Андрея Мальцева признали виновным в контрабанде наркотиков. Майора задержали полтора года назад, когда он на своем автомобиле перевозил из Казахстана в Россию 30 кг гашиши и более 100 кг марихуаны. За два месяца до этого Мальцев уже почти попался с поличным, но майор был настолько уверен в своей крыше, что продолжал подрабатывать, перевозя в багажнике туго перевязанные свертки. И Носипова с места событий. Мальцева задержали, когда он лично обеспечивал тогда еще милицейское сопровождение оптовой партии гашиша. Полтора центнера наркотиков перевозили на двух машинах. Одной из них управлял сам Мальцев. Он не был при погонах, поскольку находился в отпуске. Но сразу предъявил служебное удостоверение и очень удивился, что красные корочки и его должность не произвели должного эффекта. Машины начали досматривать. Майор был настолько уверен в собственной безнаказанности, что не особо скрывал незаконный груз. Расфасованные наркотики открыто лежали в багажниках. Своей вины он так и не признал. Машина, говорит, была не его. У друга взял покататься. Груз неизвестный чей, а уголовное дело сфабриковано. Что вас толкнулось? Почему вы решили прийти? Кто вам сказал, что я пошел на это? То есть вы не согласны с тем, что сейчас считают? Я думал, что лучшего мнения было о нашем правосудии. Все больше без комментариев. Однако, по информации следствия, майор ГИБДД, который в рабочее время занимался охраной правопорядка на дорогах, после работы нарушал закон, используя свое служебное положение. По сути, это был семейный бизнес. Родственник автоинспектора Владимир Чекулай и двое его подельников, Коровин и Шишелов, занимались поставками наркотиков, а Мальцев был крестным отцом бандитского клана, покровителем. Он должен был выйти из автомобиля, представиться начальником ГАИ города Азбеста, должность которого он в то время занимал, представить, предъявить для обозрения сотрудникам милиции или другим должностным лицам, которые его остановили, свое служебное удостоверение в развернутом виде. На наркобарона в погонах оперативники вышли случайно. За два месяца до задержания они отслеживали перевозку оптовой партии наркотиков через Челябинскую область. Когда наркокараван остановили на досмотр, майор Мальцев ослепил сотрудников ДПС фарами и своим высоким статусом. Специально включил дальний свет фар для того, чтобы ослепить сотрудников ДПС, после чего вышел из автомашины, стал беседовать с сотрудниками ДПС, отвлекая их внимание. В это время его родственник сумел выбросить из салона автомашины, до Шиш, переместив его на обочину дороги. После этого случая за начальником ГИБДД Азбеста установили наблюдение, а он, используя свое служебное положение и подчиненных, следил за всеми неизвестными машинами, которые появлялись в городе, и даже не думал прекращать преступную деятельность. Из органов внутренних дел оборотня в погонах уволили сразу после ареста. Кстати, за время следствия майор Мальцев заметно похудел. И сегодня встроенном мужчине в наручниках уже сложно было признать некогда большого человека, которому еще год назад все стражи порядка Азбеста отдавали честь. Инна Осипова, Артем Пифанов, Наталья Сброжек, Андрей Мошкин, НТВ, Свердловская область.